Доброе утро, мои хорошие! Мой сегодняшний день начался не очень. Я проспала. С девчонками сегодня должны были увидеться. Точнее, увидимся, встретиться и пойти на завтрак. Я, естественно, проспала. Еще плюс, у меня машина здесь в очень неудобном месте. Здесь BMW X5. Прямо остановил рядом. Я не знаю, я смогу выйти отсюда или нет. Целый квест. Я думала, уже девчонки позавтракают, и мне останутся просто обедки. Но, как оказалось, нет. Вот я даже нашла место припарковаться прям рядом с заведением. Но ехала я, девчонки, очень-очень долго. Почти доехала до деревни. У меня было такое ощущение. Навигатор все крутил, крутил меня вокруг да около. Потому что пробки и находил мне альтернативную дорогу. Но я не думала, что альтернативная дорога такая длинная. Особенно, когда ты опаздываешь, пытаешься доехать вовремя, получается еще дольше. Нармина сделала себе зубки. Я все планирую, планирую. Она берет и делает. Кстати, как красиво. Улыбнись, Нармина. Очень красиво. Это композитные венеры. Это композитные венеры, да. Ну, не больно вообще. То есть, можно смело делать. Процедура заняла где-то 5 часов, да, у тебя? Да. Ну, очень красиво тебе подходит еще с этим загаром. Ну, все. Я опять буду думать. Нармина, мне тут подписчики пишут, что мы тебя не взяли с собой, с Амирочкой едем. А тебя оставили в комментариях. Что ты можешь сказать по этому поводу? Они меня пригласили. Просто у меня мой ушел. Годовщина. Годовщина. Два года будет. Поэтому вот так. Поэтому она нас киданула. Давайте говорить, как есть. Я очень хочу. Да, и стол здесь, конечно, супер. И посмотрите, какие верные подруги. Вот просто посмотрите. Они не притронулись просто ни к чему. Вот если я перестану с ними общаться, знайте, проблема во мне. Спасибо. Стол настолько классный получился, что Самера решила даже снять для вас видео в Инстаграме. Мы просто в шоке, честно. Не собирались. Но она говорит, давайте снимусь, с ними тоже поделюсь. И мой маникюрчик тоже. Все девчонки заценили. У нас теперь одинаково. Покажи, Савер. Мне, кстати, в Инстаграме написали. А, вот, у нее поаккуратнее, мне кажется. Да, у тебя поаккуратнее. Ну, это же не я сама себя делала. Да. Нармина, твои грабли. Не месяц как. А. Скоро коллекция. Вау. Это что такое? Это не пицца, да? Это хачапури такой вроде. Очень классно пахнет. Идем с этим. Особенно мне здесь, знаете, что понравилось? Зубы Нармина, это ладно. Если не считать в этом заведении зубы Нармины, то мне понравился этот хлеб. Смотрите, какой он классный. Хрустящий. Вау. Просто вау, честно. Мне кажется, даже шестером это все съесть невозможно. Особенно это хлебушек. Класс. Мне еще, прикиньте, девчонки, утром враг звонит и говорит, твоя машина горит во дворе. Ты что, не поехала на завтрак? Я говорю, я опаздываю. Самогорчая. Оно того стоит. Так, посмотрим, сколько у нас получился счет. 38 монат. Шикарно. Кто будет только платить за это? Не знаю. Пока что разберемся. Посмотрите, гурман, что подарила на Армении. Палетку такую классную. Теней. Она знает, что она визажист. Открой, посмотрим. Смотрим, что дальше здесь. Ой, какая прикольная штучка. А где мой подарок? Я не поняла. Так, это гигиеничка. Вау, какие цвета классные. Вау, отлично. И гигиеничка. И леденец. Леденец я уже показала. Все, в следующий раз я дарю подарки. Уже мы встаем. Мне надо доехать до дома. Потом забрать брата. И мы едем в автосервис. Кстати, сумочка тоже вчера у меня осталась у брата. Хорошо, что племянник меня быстренько спустил. Что здесь написано? Здесь написано на азербайджанском, что не ищу причины в себе. Ты девочка как кукла. Слышай мне. Ты нет. Это она говорит, что я как кукла. Да? Ну, в общем, что-то наподобие. Вот такие вот мы. Ой. Так не хочется домой. Сейчас хотим с девчонками немножко погулять. Потом уже поеду домой. Мне просто в комментариях часто пишут, что когда сверху звук записываешь, какой-то неживой влог получается. Я с одной стороны даже согласна. Получается немножко как-то искусственно, что ли. Мы решили здесь погулять. И вообще не холодно. Такая погода хорошая. И ветра нет. Обычно я на улице, поэтому не снимаю. Потому что ветер. И вот этот звук раздражает. Красота. Здесь такой небольшой пруд. Летом здесь всякие аттракционы бывают. Интересные мероприятия. Сейчас нету вроде. Там катамараны. Да? Катамараны. А, да. Там есть катамаран. Я подумала, что это тоже вода. Посмотрите, как классно. Здесь можно сделать крутые фотографии. Как будто вы стоите на воде. Пройдемся давайте. Я за любой кипиш. Мне еще сон плохой приснился. Что за сон? Здесь мокро и скользко. Я думаю, дебильная идея вообще. Здесь уже ветреные. Я не знаю, как меня слышно. Но вот такие здесь катамараны есть. Стоит всего 5 монат покататься на них. А чем дальше есть? Короче, меня хотят украсть, девочки. У меня детка. У меня что-то мегабайты не работают. Я не знаю, как домой добраться. Что-то у меня интернет не работает. Хотя мегабайты у меня есть. Но почему-то они не работают. Вот, кстати, здесь моя машинка. Сейчас что-то придумаем. Возвращаюсь к вам спустя 2 дня. Время раннее утро. И сегодня мы направляемся в деревню. Я вас, естественно, беру с собой. Как-то в комментариях увидела. Одна девушка написала. Айка, когда ты говоришь, что я поеду в деревню. Возьму вас с собой. Я радуюсь, как ребенок, которому родители обещали какую-то путевку. Что такое она написала. Меня настолько улыбнул этот комментарий. Я поняла, что вам тоже интересно вместе со мной ехать в деревню. Весь этот вайп. Поэтому, естественно, я вас беру с собой. Еще я сомневалась насчет вот этого пацана. Я его не хотела брать, если честно, с собой. Потому что еду всего на 2 дня. Хотела его оставить в городе. Но потом подумала, я буду волноваться. Как там мой малыш? Что с ним? Чтобы не париться, лучше уж его с собой взять. Хотя, уже знаете, на улице не такая уж сухая погода. И он будет в огороде там гулять. А потом с грязными лапками будет приходить обниматься ко мне в постель. Первым делом давайте соберем косметику. Я буду брать только самое-самое необходимое. В частности, это бальзам для губ от Белор Дизайн. Тон возьму вот этот вот от NYX. Я пытаюсь добить вот эту пудру от Maybelline. Поэтому возьмем ее. Сейчас осталось совсем немного. Вроде пыталась ничего не брать. Но опять набралось средство. И хочу вам их показать. Тушь беру свою любимую от Essence. Кстати, она уже заканчивается. Надо уже новую покупать. Две кисти. Одну для тонального, другую для пудры. Беру вот такую палетку универсальную, которую можно использовать и как хайлайтер, и как тени. А вот этим самым темным оттенком я обычно оформляю брови. Поэтому берем именно ее, потому что получается очень компактно. Помада от Everline в 420 оттенке. И карандаш для губ. И тут я поняла, что у меня нет ни одной вместительной косметички. Вот эта она классная, конечно, но она достаточно объемная и очень много места занимает в сумке. Но ничего страшного. Возьмем ее, потому что другого варианта у нас просто нет. А когда я приеду, я обязательно куплю себе какую-то компактную небольшую косметичку. Вот так вот. Она у меня полугустая получается. В качестве средства для снятия макияжа я возьму вот этот мицеллярный гель от Clinique. В последнее время каждый день только им пользуюсь. Еще, естественно, я пользуюсь гидрофильным маслом, но его брать неохота. Потому что он с помпой, и я боюсь, что он вылится и разольется по сумке. Это все в сумку. Теперь, пожалуй, наверное, самое сложное выбрать из одежды, что мы берем с собой. Но для начала, наверное, хотя бы в этот раз надо посмотреть прогноз погоды. Обычно я это не делаю. Но так-то, в принципе, неплохо. Получается 18, 18, 20. Нормально. Так, все, я уже спускаюсь. Осталось просто от Виксика поместить переноску. Он, как только увидел переноску, сразу спрятался за диван. Теперь не знаю, как его оттуда вытаскивать. У него не очень приятная ассоциация с этой переноской. Потому что даже когда он болел, мы постоянно к ветеринару ездили с ней. Хотя он деревню, в принципе, любит. Но пока что не получается его вытащить из-под дивана. Мы уже в пути. Решили ехать по бесплатной дороге. Рисковать не стала. У нас открылась, кстати, платная дорога. Но там все едут под 200, под 220. Поэтому лучше уж не рисковать. Тут у меня родственница сидит моя. Так что едем. Но все, я уже на месте. Погода здесь вообще супер. Смотрите, какая красота. Правда, уже пахнет осенью. Но все равно. Скорее. Приехала я, слава богу, без происшествий. Там у нас развалился мост. Но есть альтернативная дорога, которую я сразу увидела. Надо позвонить другу детства. Уже здесь кое-где чувствуется осень. Но погода вообще не осенняя, я скажу вам так. Твиксик уже заценил хурму. Скорее всего, мы эту хурму соберем. Вау. Посмотрите на эту косу. Твиксик тебе тоже перепадет хурма. Посмотрите. Это мы, наверное, будем собирать. Я даже, может, вам сниму. Ой-ой-ой. Настолько тяжело дерево. Это что-то прям вот поднять невозможно. Вот. Это хурма все. Она еще не поспела. Но я думаю, что дальше она будет поспевать у нас на балконе. Как красиво просто. Посмотрите. Кстати, хурма бывает двух видов. Одна, которая немножко вялит рот. А другая сладкая. Вот я не знаю, какая это именно хурма. Но что-то мне подсказывает, что это не тот сорт, который я люблю. Ну, в общем, посмотрим. Обычно мы сажаем деревья. Нам говорят, что это самый лучший сорт, замечательный. Все. А потом, когда уже дерево начинает плодить, мы просто в шоке от того, какие плоды приносит это дерево. Так что деревья тоже обязательно нужно покупать у проверенных людей, которые вас не подведут. У Твикса сейчас в голове, наверное, это мой рай. Как тебе, мамочка, жилось без меня, признавайся? Очень плохо, наверное. Плохо. Признаюсь, честно, мне тоже было очень плохо. Без такой вкуснятины. Это долма из листьев винограда. Моя, кстати, любимая. Здесь мама еще приготовила столичный салат. Вот. Я еще пришла не с пустыми руками. Здесь у нас Рафаэлки. Будем пить горячий чай. Обсуждать все. Хлеб только надо было купить. Хлеб вроде бы есть, но не особо свежий такой. Я должна была встать. Ау, Алекс! Алекс! Ой, солнышко, ты скучал? Ты скучал по мне? Не особо, видимо. Он сам, причем лапкой, открывает дверь и заходит. Мама будет ругаться, но я не могу вам не показать свои зачетные тапули. Эх! Сейчас будем топить печку. Хотя ее топить, если честно, не нужно, но я думаю, что вечером будет прохладно, поэтому лучше делаем это. Как я обожаю этот треск, этот АСМР. Мы, наверное, спать с мамой вместе будем в этой комнате. Меня прям жестко вырубает. Не знаю, почему. Легким движением руки закрываем. В этот день мы очень рано уснули, потому что я была после дороги, немножко уставшая. Еще плюс ночью я спала всего 4-5 часов. Поболтали с мамой, немножко попили чаек и легли спать. На этом уже я тоже буду закругляться. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. В обязательном порядке подписываться и писать комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok